Итак, протокол частная вирусология, тема номер 6, ВИЧ и ВИЧ-ассоциированные инфекции. Что такое ВИЧ? Это вирус иммунодефицит человека, он вызывает у человека ВИЧ-инфекцию, она заканчивается развитием синдрома приобретенного иммунодефицита или сокращенно СПИД. То есть СПИД это не само заболевание, это осложнение ВИЧ-инфекции, заболевание называется ВИЧ-инфекцией. ВИЧ это антропонозная вирусная инфекция, то есть источник инфекции человек, семейство ретровирусов, подсемейство лентивирус и род лентивирус. Так, сейчас я открываю Кафарскую, чтобы вы могли посмотреть, как правильно писать. Так, вот семейство ретровириды, подсемейство лентивирины, род лентивирус. Есть два типа вируса ВИЧ-1 и ВИЧ-2, они отличаются друг от друга структурными антигенными свойствами. ВИЧ-1 он более распространен, и поэтому он является основным возбуждением ВИЧ, а ВИЧ-2 он эндемичен, то есть чаще встречается в Центральной Африке, в других странах он бывает редко завозной. И инфекция, вызванная этим вирусом, она дает длительный латентный период, это про качественное течение. Морфология – это РНК-геномный ретровирус, у него есть суперкапсид, капсид кубической симметрии, его основные эти гены поверхностные GP41, GP120, чтобы посмотреть картинка. Вот, значит, суперкапсид, на поверхности суперкапсида имеются гликопротеины, вот эта шишечка – это GP120, палочка – это GP41. Также есть капсидные белки, P17, P24, тоже антигенами являются. И РНК, две нити РНК плюс, и плюс еще есть ферменты – обратная транскриптаза, интеграза, протеаза. Обратная транскриптаза или репертаза – это очень важный момент, она участвует в процессе обратной транскрипции. Мы знаем, что такое обычная транскрипция. Транскрипция – это перенос информации с ДНК на РНК, перенос, переписка информации с ДНК на РНК или с РНК- на РНК- плюс. Что такое обратная транскрипция? Это перенос с РНК на ДНК, то есть достраивание на базе РНК фрагмента ДНК. И это очень важно, поскольку ВИЧ – это единственный рНК вирус, который способен на интегративную инфекцию. Что такое интегративная инфекция? Интегративная инфекция – это встраивание генома вируса в ДНК клетки хозяина. И понятно, что в ДНК клетки хозяина может строиться только ДНК. Поэтому на интегративную инфекцию идут ДНК-вирусы. Это вирус гепатита В, это вирус герпеса, аденовирусы, вирус патилового человека. Но единственный РНК-вирус, который способен интегрироваться – это ВИЧ. И интеграция она за счет наличия эксперимента обратной транскриптаза. То есть он переписывает свою РНК в форму ДНК и затем встраивается. Это очень важно. Антигены потом запишите. Но главный антиген – это ВИЧ-120. Морфология – тип симметрии кубический, тип неглиновой кислоты ДНК. Наличие суперкопсида есть. Рисунок всегда нарисуйте. Дальше. Здесь читаем квадратики. Для ВИЧ характерна высокая частота мутации. Это значит, что у него нестабильный геном. Он постоянно мутирует и мутирует прямо в организме ВИЧ-инфицированного человека. Это дает образование новых квазивидов и новых вариантов вируса. То есть когда мы с вами разбирали мутантный вирус гриппа, который тоже способен к мутации, мы говорили, что вирус дает крупные мутации и мутирует он на всю популяцию. То есть мутация произошла, и этот мутантный штамм, он циркулирует по популяции. Когда все люди в этой популяции переболеют, приобретут иммунитет так или иначе, этот штамм, он уходит и появляется новый штамм. То есть эти мутации, их все-таки можно отследить примерно, предугадать. Вирус иммунитет человека, он мутирует прямо в организме каждого ВИЧ-инфицированного и дает мелкие-мелкие мутации. Но этого достаточно для того, чтобы иммунная система не могла его отследить, не могла его нейтрализовать, не могла с ним бороться. Похожий вирус мы встречали в прошлой теме, когда говорили про гепатит С. Мы говорили, что вирус гепатита С, он так способен к мутациям в каждой инфекции. Поэтому, несмотря на то, что это рынковый вирус, для него характерна длительная персистенция, поскольку иммунная система, по сути, его никак не может заблокировать. И помимо еще того, что уходит от иммунной системы, также эти мутации у ВИЧ, они характеризуются появлением резистентности к антивирусным препаратам. Репродукция ВИЧ. Вирус иммунный дефицит человека, он дает репродукцию в клетках, у которых есть CD4-рецептор. CD4-плюс-рецептор, носителями этого рецепта являются Т-хелперы в основном, также моноциты и Б-лимфоциты. То есть идет поражение клеток иммунного иммунитета, и это приводит к формированию иммунодефицита. Сейчас мы с вами разберем репродукцию. Итак. Сейчас. Сейчас. Смотрите, картинку получше. Мне не нравится сейчас. Сейчас. Вирус иммунный дефицит человека, он прикрепляется на поверхности клеток, несущих CD4-рецептор. То есть CD4-рецептор – это тот рецептор, с которым взаимодействует вирус. Взаимодействие за счет GP120-рецепторов, GP41. Затем идет процесс инициации эндоциклоза и слияния мембран. После слияния мембран идет раздевание вируса. Депротеинизация и высвобождение вирусной маклеиновой кислоты. И происходит, что на базе РНК, вот она, вирусная РНК, образуется ДНК. Вирусная ДНК. Сначала одна нить, а потом вторая нить. То есть вот была вирусная РНК, включилась обратная транскриптаза, и она построила на базе РНК, она построила ДНК. ДНК, которая несет вирусные гены вируса иммунный дефицит человека. И эта ДНК, она идет в геном клетки хозяина и встраивается в геном клетки хозяина. То есть дает провирус. В таком состоянии, когда вирус находится в интегрированном состоянии, проявлений, ну клетка, она, то есть не погибает, то есть продуктивные инфекции нет, клетка не погибает. И мы понимаем, что в части клеток вирус находится пожизненно на интегративном состоянии, из части клеток вирус переходит на продуктивное, то есть обратно строит РНК, нить РНК свою, синтезирует белки, белки упаковывают в капсид и выводят путем очкования. И когда вирус уходит на продуктивную инфекцию, клетка гибнет, клетка гибнет непосредственно от размножения вируса, клетка гибнет от действий синтезирует фимфоцитов и так далее. То есть в интегрированном состоянии, когда вирус находится, клетка при этом жива. Когда клетка приходит на продуктивную инфекцию, клетка погибает. И это, смотрите, в части клеток, какой-то процент клеток интегрированная инфекция, в какой-то процент клеток продуктивная инфекция. Здесь очень важно понимать, в каком проценте, какое количество клеток интегративная инфекция, то есть без разрушения клетки, какое количество клеток вирус поражает с разрушением клетки. То есть чем больше вирус размножается, чем больше он клеток разрушает, тем будет больше проявлений. Если, условно скажем, 80-90% клеток это интегративная инфекция, 10% клеток это продуктивная инфекция, тогда проявления будут минимальные, их практически будет мало, то есть процент разрушенных клеток иммунной системы будет невелик, и при этом у человека не будет симптомов, но он при этом будет носителем. Если же идет изменение в другую сторону, то есть если продуктивная инфекция будет, скажем, уже 50-60-70%, интегративная 30%, это уже даст проявление в виде снижения количества Т-хелперов и в виде иммунодефицита. От чего зависит? От чего зависит? Идет вирус на интегративную инфекцию, как долго он там находится, как быстро он переходит в продуктивную инфекцию, чего зависит этот процент продуктивной интегративной инфекции. Это зависит от самого вируса, точнее от его генома. В вирусе иммунодефицит человека, у него в геноме есть гены структурные, то есть за функционирование вируса, за строение вируса отвечают. Есть регуляторные. Регуляторные гены – это те, которые регулируют работу генома, то есть как раз-таки регулируют продуктивную инфекцию и интегративную инфекцию. Продуктивную инфекцию – это позитивное влияние, интегративное – это негативное влияние. Так вот, если более активные гены позитивного влияния, то такой вирус иммунодефицит человека будет более вирулентным, он будет быстрее вызывать иммунодефицит, он будет быстрее переходить в продуктивную инфекцию, быстрее будет разрушать клетки иммунной системы. Если больше негативного влияния, то есть геном, то есть вирус идет в основном на интеграцию, то есть в основном на бессимптомное носительство, тогда длительность латентного периода, длительность бессимптомного периода и, соответственно, длительность жизни такого человека будет дольше. Нарисуйте, ну вот это вот хорошая картинка, можно ее нарисовать, репродукцию схемы с подписями обязательно резистентной, резистентна к высушиванию до двух недель, к ультрафиолету резистентна, плюс 60 градусов – это 30 минут, спирт-перекис чувствительна, минус 20, сейчас вам точно не скажу, посмотрите, ладно? А эпидемиология – источник инфекции человек, механизм передачи контактный, путь половой, механизм передачи пароэнтеральный, путь синъекционный, трансплантационный, трансклюзионный и так далее, то есть через кровь может передаваться. Почему ВИЧ не передается через другие биологические жидкости, хотя, в принципе, и пот, и слезы, и моча, и грудное молоко, и слюна – все эти биологические жидкости, они содержат вирус иммунодефицит человека. Но в микробиологии есть понятие, как инфицирующая доза, то есть сколько необходимо возбудителя для того, чтобы развилась инфекция, то есть сколько должно быть частиц вируса или частиц бактерий, которые попали в организм, как много должно быть этого патогена, которые попали в организм, чтобы вызвать инфекцию. Если возбудитель способен противостоять действию защитных факторов иммунной системы, если он там хорошо, быстро прикрепляется и так далее, то достаточно небольшого количества возбудителя. Если большая часть возбудителя разрушается, скажем, в желудочном соке или выносится за счет этого ресничного эпиделия или так далее, если большая часть возбудителя разрушается, то для инфекции необходимо больше инфекционная доза. То есть инфекционная доза – это сколько должно быть занесено в организм человека-возбудителя для того, чтобы развилась инфекция. Так вот, достаточное количество вирусов и дефицита человека для заражения только в крови. То есть пот, слюна, моча, они содержат намного меньше вируса, поэтому контакт с этими биологическими жидкостями, он не приводит к просвечению инфекционных заболеваний. Ну, исключение составляет грудное молоко, поскольку, если, допустим, в ситуации, если мама не знает, что она ВИЧ-инфицированная, вдруг такое получилось, она продолжает хранить своего ребенка, то ребенок при постоянном употреблении зараженного молока, он может стать ВИЧ-инфицированным. То есть если он будет употреблять много, да. Дальше. И последний механизм – это вертикальный путь транспланцентарный через пациенты и также в процессе родов. Восприимчивость высокая у всех людей. Патогенез. Возбудитель попадает в кровь, и столько в крови идет в лимитические узлы. В лимфатической системе взаимодействует с клетками-носителями CD4+, рецепторами. Мы сказали, что CD4+, рецепторы – это у нас Т-хелперы в основном, да, ВИЧ в основном, Т-хелперы уничтожают. Т-хелперы – это моноциты, это Б-лимфоциты. Теперь давайте вспомним, для чего вообще нам нужны Т-хелперы, что они делают и что будет, если Т-хелперов не станет. Так, сейчас я найду. Для того, чтобы сформировалась иммунная защита, специфическая иммунная защита, помним, необходим процесс антиген-презентации. Антиген-презентации, смысл его в том, что когда в организм попадает новый, незнакомый, чужеродный патоген, первый, кто с ним взаимодействует – это антиген-презентирующая клетка, макрофаг, моденцит, дендритная клетка и так далее. Он производит процессинг, то есть разрушение патогена, выделение его антигена и встраивание антигена в MHC-рецептор второго типа на поверхности антиген-презентирующей клетки. То есть антиген-презентирующая клетка нашла новый патоген, захватила его, разрушила, оставила только его антиген и в составе своего MHC-рецептора пошла рассказывать всем иммунным клеткам о том, что вот у нас есть такой новый агент. Значит, антиген-презентирующая клетка контактирует с Т-хелпером. То есть антиген-презентирующая клетка, она несет этот антиген новый к Т-хелперу, а дальше уже запускается реакция. То есть вот первое ключевое контакт – это АПК плюс Т-хелпер. А Т-хелпер, он дальше уже передает информацию Б-лимфоцитам, вот видите, Т-хелпер, он, помните, да, он посылает себе сигнал, становится Т-хелпером первым, передает информацию Б-лимфоцитам, и Б-лимфоциты начинают производить клетки памяти, переходят в плазмоциты, синтезируют антитела. То есть если бы, если Т-хелпера нету, то Б-лимфоцит о новом антигене не узнает, не узнает, он не будет переходить в плазмоциты, синтезируют антитела. То же самое с Т-хелперами. То есть Т-хелпер, он посылает сигнал цитоксическим лимфоцитам на сенсибилизацию. И если, значит, Т-хелпера не будет, то цитоксические лимфоциты, они не будут просто включаться, они не будут сенсибилизироваться, не будут искать, не будут давать своих клонов. Также Т-хелпер, он посылает сигналы к активации, то есть к активной работе, усилению надзора клетками неспецифической иммунной системы, то есть естественной киллеры и макрофаги. То есть макрофаг после сигнала от Т-хелпера первого типа, он начинает работать более эффективно. То есть у него там фагоцитоз завершенный и так далее. Таким образом, что мы видим? Если, так как вирус иммунодефицит человека, он избирательно практически разрушает в основном Т-хелперы, значит, отсутствует процесс антигенпрезентации. А без антигенпрезентации нет специфического иммунного ответа ни гуморального в виде антител, ни Т-клеточного в виде Т-хелперов. Плюс страдает неспецифический иммунитет в виде естественных киллеров и макрофагов. То есть в принципе они все равно будут работать, но работа их будет менее эффективна, поскольку Т-хелперы на них, им сигналы не будут посылать. Вот, то есть поражение клеток Т-хелперов, моноцитов, лимфоцитов, белимфоцитов. В клетках идет продуктивная инфекция, продуктивная инфекция в Т-хелперах, это приводит к гибели Т-хелперов и снижение специфического иммунного ответа. И, соответственно, снижение специфического иммунного ответа ведет к формированию синдрома приобретенного иммунодефицита человека. Но мы сказали, что вирус, он может какое-то время находиться в интегрированном состоянии, интегративная инфекция в клетках тоже в Т-хелперах, и это дает латентный период, то есть длительную персистенцию вируса. Значит, при формировании синдрома приобретенного иммунодефицита человека, то есть человек умирает, это не от СПИДа, он умирает в основном от чего? От протонистических инфекций. Кто такие протонистические инфекции? Инфекции, которые вызваны, по сути, не страшными, условно патогенными, не опасными для здорового человека патогенами, вирусами, бактериями, простейшими и так далее. Которые у людей с иммунодефицитом вызывают тяжелые инфекции и приводят к летальному исходу. Определение, какое вы возьмете с интернета? Вот, допустим, да, протонистические инфекционные процессы возникают в особых благоприятных для своего развития условиях. Эти заболевания вызывают преимущественно условно патогенные флоры при наличии различных нарушений иммунитета. К оппортунистическим инфекциям относятся кандиды, вирусы герпеса. Слово «оппортунус» – это удобный выход из латинского. Кандиды, вирусы герпеса – это различные простейшие. Это, допустим, бактерии различные. Гемофилл, стефилококк, клостриди, перфлингенс, шигелл, гианелл и так далее. Шерихи, клепсиелл, цитробактеры, псевдомонады, метробактерии и так далее. Не опасны для обычного человека. Расбудитель диагностика. Исследуем материал сыворотка. В сыворотке цель будет поиск антител. Методом ИФА антитела GP120-GP41 антигеном ВИЧ. И метод ИФА – это скрининг. Скрининговый метод для ВИЧ. Что значит скрининг? Скрининг – это массовое обследование людей на какую-либо патологию или какую-либо инфекцию для выявления групп риска, для выявления людей, которым необходима дальнейшая углубленная диагностика. Но в данном случае на основании положительного ИФА не выставляют диагноз ВИЧ. Человек направляется на подтверждающие тесты. Подтверждающими тестами является иммуноблотинг. Тоже в сыворотке иммуноблотингом. Цель обнаружения антител. GP120-GP41, GP24 и GP31. А также молекулярно-генетическая диагностика в крови больного, методом ВЦР. Ведется поиск либо РНК-вируса, либо ТНК-провируса в моноцитах. Лечение профилактикой. Есть антиретровирусная терапия. И основные направления антиретровирусной терапии – это подавление ингибирования обратной транскриптазы. Есть препараты, производные тимидина, нуклеозидов и так далее. Ну вот, допустим, нуклеозидные аналоги, производные тимидина, типа ретровир, ламилудин, который при гипотеке использовался. Это другие ненуклеозидные аналоги, типа верамон. И ингибиторы протазы, типа санкиновир и так далее. И специфическая профилактика не разработана. Почему? Потому что ВИЧ мутирует постоянно. Отследить эту мутацию невозможно. Это первая причина. Вторая причина связана с тем, что вирус-иммунодефицит человека поражает непосредственно иммунную систему. И третья причина – это интеграция вируса, способность на интегративную инфекцию. Способность на интегративную инфекцию, она, значит, не дает формирования иммунного ответа. Так. Кстати, здесь вот в Кафарской есть иммунобиопрепараты. Здесь основная информация про них написана, как получают, для чего применяют состав. Следующая группа инфекций, которую мы сегодня с вами разберем, это характеристика герпес-вирусов. Характеристика герпес-вирусов. Так. Значит, поскольку время заканчивается, сейчас я остановлю демонстрацию и заново переподключусь. Эй. Эй. Продолжение следует...